Я не против показа блокбастеров. Я считаю, что сегодня надо еще больше блокбастеров показывать. Вот чтобы как-то отвадить молодежь от американских фильмов, им нельзя запрещать. Нам запрещали читать Мопассана, я в 7 лет всего перечитал. Всего? Я ничего не понял, но все перечитал. И Рубенса пересмотрел все картины. Поэтому я считаю, надо наоборот больше показывать сегодня блокбастеров, писать сочинения на темы блокбастеров в школах. Человек-паук-герой нашего времени. Бэтмен-луч света в темном царстве. Годсилла-ум, честь, совесть нашей эпохи. А чтобы наши фильмы смотрели, русские, добрые, классные фильмы. Сейчас многие родители говорят, я беру мультяшки русские для своего ребенка, не хочу его портить. Уже первое понимание и здравомыслие вернулось к нам после очарования с Западом. Надо, знаете, анонсировать русские фильмы голосом вот этого больного, шпалой ударенного по голове. Например, Чебурашку, да? Ушастое волосатое чудовище бомжует в телефонной будке. А еще хотят западную реформу образования сейчас провести. Представляете, мы будем бакалавры, магистры. Боже мой, они, по-моему, совершенно не понимают, что делать. Почему я об этом говорю в юмористическом концерте? Потому что достучаться до наших чиновников и им что-то объяснить, объяснить это все равно, что пытаться вдохновить глухого музыкой Вивальди. А смеяться, в этом есть смысл. И я объясню, какой? Ведическая мудрость. Пять тысяч лет назад написаны первые святые книги на земле Вены. Там сказано, здорово сказано, хотите, чтобы проблема вас покинула, посмейтесь над ней, и все, ее не будет. А если будете жаловаться, она удвоится. У русских людей есть проблема. Они обожают жаловаться на проблему. Женщины с утра звонят друг другу, и 15 минут она скидывает все свои проблемы туда, чернуху, грязь энергетическую, на подруга. Ей даже не витамек, что-то перезвонит ей сейчас и обратно все ей береги. А потом обе говорят, нас сгласили. Не, девчонки, вы обе сгласили друг друга. Почему распался Советский Союз? Вот точное доказательство, что эта мудрость верна, потому что мы смеялись над ней. Солженицына мало кто читал. Войновича мало кто читал, но была передача «Вокруг сверху». Был Жванецкий, был Высоцкий. Советский Союз рухнул, потому что мы ухахатывались над ним. Просто не ожидали, что он так рухнет настолько, что мы слишком ухахатывались над этим. У американцев есть преимущество перед нами. Знаете, как они спрашивают друг у друга, как твои дела? И сразу уходят. Вот все. Они никогда не отвечают на вопрос, как твои дела? Они не шалуются. Им в голову такое не придет. Я когда первый раз приехал в Америку, я думаю, почему они меня спрашивают? How are you? How are you? Я же не знал, что это здравствуйте у них. Мы же учили английский по советской системе, дословно переводили там, допустим, how do you do? Как ты это делаешь? All right. Все правый. Я когда приехал в Америку, швейцар меня, в 89-м году, я 7 раз мимо него прошел в гостиницу, он 7 раз меня спросил, how are you today? Я говорю, да что ж ты такой тупой, ты запомнить меня не можешь, что ли? Когда он в 7-й раз спросил, я ему говорю, иди сюда, я тебе расскажу how, а я today. У него были глаза беременной русалки. Не дай бог у русского спросить, как твои дела? Он же начинает отвечать на этот вопрос. Причем подробно. И что строители негодяи поставили входную дверь так, что ее можно открыть только снаружи, надо вывести в окно сначала, потом открыть дверь. И что он купил средства для втирания, чтобы волосы выросли, втирал месяц, на руках волосы выросли, а на голове стерлись. И все жалобы еще запугаются возьмут, чтобы ты не убежал. Вот так, знаете, я убежал так без пуговицы и всю свою жизнь, начиная с того, как ему пуповину неправильно обрезали. Поэтому я думаю, надо как-то обсмеять эту западную реформу, ведь и так уже в школах ввели тестирование на американский манер. Такие вопросы на компьютерах, по литературе. Конечная станция следования поезда, под которой бросилась Анна Каренина. И перечисленный Тамбов, Воронеж, Каганрог. Но гениальный вопрос, я прочитал еще один по литературе. На какой руке полил большой палец у Бобчинского? Запомнили? На какой руке? Три варианта ответа. И так уже в результате того, что мы за Западом нырнули, оголтело. И так попали в западню с точки зрения образования. В России. В СССР было лучшее в мире образование. Во что это превратилось? Дети сегодня, мало того, что не знают Фадеева, они думают, Рафаэль и Микеланджело это черепашки-ниндзя. Они уверены, что Бетхобин это собака, друзья мои. Это в библиотеку пришел парень и попросил стихи Чехова. Последний двоечник не мог такого спросить в советское время. Другой попросил триллер Отелла. По всей Москве сегодня афиши висят блокбастер героический Алеша Попович. Они стесняются слова былина. А пришел парень в библиотеку и спросил блокбастер Островского «Беспредельница!» Девочка попросила «Экзюпери маленький шприц!» Мальчик написал в сочинении Чацкий сел в карету и приказал «Гони в аэропорт!» Вот она, западнизация, что происходит, да? У моей бывшей одноклассницы внучка родилась. Когда я исполнился четыре годика, моя бывшая одноклассница решила подарить ей значок, который мы получали, когда вступали в октября. И она ей подарила. А та смотрит и говорит «Баба, это что за покемон?» Латвия, Эстония и Литва первыми нырнули за западом. И у них полнейшее падение образования произошло. Я слышал, как в Латвии пришел интеллигентный латыш, получивший образование в то наше замечательное прошлое. И спросил у молодого парня с пирсингом по всему телу, он спросил «Трое в лодке, не считая собаки?» И тот ответил «У нас по собаководству ничего нет. Я еще не говорю о попсе. Вообще, я понимаю, что молодежь любит попсу. Я понимаю, что можно под попсу танцевать. Я вполне это понимаю. Но слушать всерьез на концерте, вот когда они поют под фонограмму, они бы еще под голограмму выступать начали. Я уж не говорю, что когда сидишь на концерте, это не на дискотеке. Стучишь ластами, нижняя чакра работает. Это нормально. Но когда ты включаешь мозг, это же слушать невозможно. Современная попса отличается тем, что ее нельзя спародировать. Вот как Катю Лель спародировать? Вот можете мне объяснить? Невозможно. Как вы напишите пародию на песню «Си-си-пуся-миси-баси» или как там, я только не знаю. А джага-джага, что это такое? Пол страны не понимает, что это такое. Оказывается, джага-джага это название наркотика на английском языке. Ну, мы часто поем, не понимая, что он ни один африканец жаловался, что как вам не стыдно, мол, петь песню «Чунга-чанга»? На нашем языке африканском это означает «спать с обезьяной». Ну, джага-джага, я разгадал загадку этой песни. Джага-джага это продолжение песни Киркорова «Бала-бала полюбил чили-чачу». По всей России не знают, что Чехов не писал стихов, что Фадеев это писатель, но все знают фабрику звезд сегодня. Что те поют? Это действительно фабрика, они штампуют эти, они говорят, звезды, это звездушки, звездуночки, звездяшки. Что они поют? К Новому году один из них выкинул песню «Меня прет, меня прет, потому что Новый год» это в стране, где был Маяковский, где был Есенин, Цветаева. К моему другу Леону Измайлову пришел один из текстовиков, пишущий для «Фабрики звезд» и сказал, вот Цветаева текстовичка классная была. У них свое понимание даже поэзии в России сегодня. Я решил составить портрет женщины, которые посвящены песне нашей попсы. Не дай Бог на ночь это представить, ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскоса улыбка в бархатном колышется вене». Это даже изобразить невозможно. Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства, но одна из последних песен «Я, я, как это, я, онемевший рукой впишу тебя в интерьер». Вмажу еще бы написали и по стене размажу. Большинство из текстовиков не знают, не знают просто, что означают, какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни. Руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку на спор вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой, а сам это лебеди-мутанты. То есть уже не очень красивое существо такое рассказы улыбка руки-мутанта. Но главная деталь женской красоты глаза. Чем глаза больше, тем, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота, но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие, как семечка вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. мягко говоря, они маленькие, и маленькие. То есть раскосы улыбка, медилы руки, и маленькие, и маленькие глазенки, такой, креветки с подкмельем. мягко говоря, но над этими маленькими, маленькими глазенками, что? брови. мягко говоря, мало того, что они изумрудные, колосятся, ну монстры, это ж маленькие глазенки, колосятся, брови. мягко говоря, цель не рыбровей, но сенатаси, но вызывают. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Будущее этой женщины определено естественно группой гостей из будущего, который поет небо цвета ванили, мои губы «Опять не туда угодили!» «Ну это же что за ты? За недоразвитость такая, что опять не туда!» «Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно?» Я даже рассказал, как звать ее. Наташка? Наташка, потому что у меня мурашки от моего Наташки. Да вы представьте этот опрос «Такие мураши пойдут!» Вот такие забезвольные. Кстати, если у тебя мурашки на теле, извините, теперь вен-диспансер пора обращаться. Есть песня со словами «Пролетела стоя птиц и закапалась весной».